Все, что сейчас у нас творится в этой вот нашей стране, меня не устраивает как человека. Как человека, как маму, жену и причем больше всего бабушку. Я не знаю, что я оставлю, какое будущее я оставлю своей внучке. Все, меня не устраивает будущее вот такое для моей внучки. Вы говорите, вас не устраивает то, что в стране, а что конкретно? Да, в общем-то сплошное ущемление прав людей, сплошное не выйти, не сказать, не... Да нас превратили просто в самых настоящих рабов. Так, секундочку, сейчас мы отвлечемся, тут полиция идет. Да, я понимаю. Снимай. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваши полиции. Мы нуждаем вас в состоянии 54-го федерального закона расстояния. Я вас не узнал. А? Я вас не узнал. Нет, я к вам подошел, просто поговорить с вами, пообщаться. Я не пришел, я поговорю. Не хотите? Ну, это ваше право, в принципе. Мы просто предупреждаем вас об этом, и все, вы в курсе, все. Займитесь делами. Я взаимодействую. Очень вежливый молодой человек и тактичный по отношению к стражам порядка. Давайте продолжим общаться. Люди запуганы, забиты. Люди везде боятся, в том числе, подходов полицейских, штрафов многотысячных. Почему вы не боитесь? А вы знаете, надоело бояться. Что значит жить и бояться? Я все время вспоминаю Салтыков-Щедрин, премудрый пескарь, который жил-дорожал, умирал-дорожал, умер и тоже в итоге все равно дорожал. Сколько можно дорожать? Чем дольше мы будем дорожать, тем... А жизнь-то проходит мимо нас. И что вы можете добиться тем, что сюда приходите? Может быть, нас хоть кто-нибудь где-нибудь услышит. Я не знаю. Может быть, по капле, по капле. Хотя надежда с каждым разом тает все больше. Особенно после вот недавно прошедших в очередной раз выборов, на котором мой лично голос украли. Мы же вот мирно, мы ничего, мы пытаемся отстоять хотя бы какие-то свои права и свободы. Как бороться, как победить Единая Россия? Для меня вот я не знаю. Я не знаю, как можно бороться с теми, кто... Они просто захватили, оккупировали это все. И там... Они просто не дают никому ни шага сделать, ни вдоха, ни выдоха. И как бороться? Нет ответа. Вы знаете, я, наверное... Он у меня где-то внутри есть, но я его вам не скажу. Спасибо большое.